Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли очень. Здравствуйте, спасибо, что пришли, правда. Нам важно очень. И, ну, слово потрясающее, вот насколько кино более мощный вид искусства, чем литература. Потому что слово «потрясающее» я никогда в Светлесе не слышал, сегодня первый день. Вот, сорок лет мне помогает это все справиться с кризисом среднего возраста, спасибо. Скажите, еще раз на кино, еще расскажите. У тебя есть кризис среднего возраста? Конечно, не каплющик вообще. Серьезно? Да, конечно. Сорок лет, знаешь. То есть ты ездишь там на качелу, ты ездишь по миру, на Бернинг-Мэйон. Третий раз в этом году был на Бернинг-Мэйоне, конечно. У тебя до сих пор кризис среднего возраста? Это связано с тем, что ты прощаешься с молодостью, и все как в последний раз. Как в последний раз ездишь на Бернинг-Мэйон, понимаешь? Вот есть первые поцелуи, а есть как в последний раз поцелуи, понимаешь? Так что ты думаешь, что скоро все кончится, скоро начнется пенсия, как бы. Надо поскорее что-то сделать, чтобы успеть. Так я прожил жизнь. Ну, у меня пока таких вопросов нет. Ну, да, готовь. Нет, мне порепетирую, да. Привет. Смотрите, у нас есть тайминг. Мне сказали, что вы сначала читаете по очереди отрывки, потом приходим к вопросу из зала, и далее мы проводим автограф сессию. Прекрасно. Может быть, сначала вопрос, а потом читаем, нет? Да, расскажите. Чтобы как-то немножко будет, потому что если будем читать, то нет, как-то странно будет. Можно я пару вопросов тогда задам? Давайте, чтобы начать разговор, потом начать расположить атмосферу, а потом почитали. Мы вас поздравляем, Дмитрий, с бестселем. То, что вы создали, такого еще не было. Как я вычитала в рецензиях, это действительно мировое событие, масштаб мирового события, и сценарий, который вы создали, книгу, которую вы создали, не имеет аналогов. Скажите, пожалуйста, как вам пришла идея? Все на поверхности ведь лежит? Это лежит на поверхности, но конкретно с этой книгой идея изначально была связана с тем, что один человек находит мобильность у другого человека и начинает жить его жизнью. Идею мне предложил выдающийся русский режиссер Владимир Хотименко, 8 лет назад или 9. Это такая мысль, это вот заявку написать с нами. Я писал заявку немедленно за ночь про то, что это не нашел, а убил. И не это не просто один человек, а человек бесправный, маленький. Хотя не снизу ни снизу ни снизу, ни с одно общество, а просто обычный наш с вами, там, согрожанин, студент. А на другой человек, это человек из системы, который не просто имеет права, но и имеет вообще любые всяческие привилегии и безнаказан, и немножко этого властью развращен. развращен и он его от ничего было мое жизнь а тот выходит из тюрьмы забирает жизнь очень начинает сам его жизнь уже через телефон новый раньше это все очень почитался какая-то жизнь мы такое не можем снимать пока он же друг кица дичьи там мы тогда ли все это как-то я вам сказал надо все забыли поехали и вот этого там три года назад я думаю все таки вот тем-то было хорошая и потом мобильный телефон за это время поспорим мобильный телефон и время старичек гораздо больше чем они были во времена этой запыли запылены уже основной заявки из мобильный телефон из средства для звонков и смс превратились в настоящий хранилище человеческой души и с при помощи разумеется мессенджеров и видео и фото и запросов браузере и всех коммуникаций которые мы телефону передоверили то что 90 процентов всего наше общение сегодня если так забраться как через телефон происходит и из этого резали беру без испаника с возникла и подумать ему телефон в кармане хорошо и тогда смогу и вот-вот и и посетить из этого было на подробности очень как очень-то важный трогательный момент неожиданный для меня самого но очень этого человеческие не они и политически не социальный это общение продолжение общения с мертвыми людьми при помощи телефона не знаю что чек-то стал другом конца права уже мертв ты подожди общаться как живой он тебе вдруг отвечает и вот вот персонаж сашки троу фильме и герой его собственно романы и ягренов он начинает вживаться человек который он сам убил его роли начинает за него доделывать его незавершенные земные дела завершать его там ссоры разрешать его ссоры с его родителями и так далее то есть как бы тем самым пытайся скупить что что он сделал ты знаешь я тебе расскажу еще одну историю мы были давно на дожде у миша козырева в программе с Климом Шипенко и он рассказал такую историю он дружил с поясом рамочем Березовским и он говорит как это ну там какое-то время назад телефон у него лежит на столе и он говорит не приходит смс-ка от телеграма Борис Березовский начал пользоваться телеграмм с того света я беру мишну ты же ему написал о том что ну как там дела у тебя лучше ли чем здесь или хуже первая секунда когда я получил это сообщение о том что Березовский в телеграмм какой-то отчасти ужаса трубе струбсток подождите вот эта вся конспирология которая с березовским было связано то что на самом деле не уберут где-то сидит на голову и так далее так и он говорит я сначала ужаснулся от этого понятно что видимо кто-то этот номер открыл взял себе ее собственно пользоваться телеграмм и у людей у друзей у которых был этот номер который не удален был что кстати важно в отношениях вообще человека без козырев не удалил этот номер зная там что Березовского уже нет давно вместе с ним именно вот и он его не удалял и тут приходит такое такое сообщение это удивительная штука продолжить да ну и о профиле умерших людей как удалять к тебе в фейсбуке или нет то есть мы сейчас какой-то создает не то что создает реалии странами да 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 кладбище людей которых у меня вот во вконтакте продолжает оставаться в друзьях антон носик который несколько лет назад умер и я как не рука не поднимается взять его удалить ты как бы символически пытаешься стереть тогда получается своей памяти но то есть и там у меня дедушка умер для зимой тоже как бы не что теперь мобильный стиран то есть вот так остается получается не хотят его переходить мы остаемся в цифровых каких-то своих измерениях целых копиях а если там кто-то теряет член семьи телефон за ним остается там можно ли читать сообщение что знаешь там допустим пароль да ты знаешь я тебе еще одну историю расскажу удивительно на самом деле не буду там называть фамилии нас кем связана эта история и на простом очень таком схематичном примере у человека умер близкий человек никаких обстоятельств почему не буду говорить и человек собственно и живой у которого умер родной человек понимал что наверное он ему перед тем как его не стало наверно что-то ему может быть где-то написал и он боялся заходить социальные сети свои чтобы это прочитать знаешь что а вдруг там что-то написано и это в прямом смысле такая штука блин с того света ничего не было написано но я просто видел конкретный туза который не мог не мог зайти да потому что вдруг там что-то написано и ты это увидишь это прочтешь это никогда это уже не не сотрешь из памяти и не это всегда будет уже с тобой жить и это страшная вещь вот ты так поэтому там если который развиваешься правда это не это даже не то что интересно не тебе паре на 6 черный зеркало сериал который наверное смотрели которым от тема звать но а есть еще и вот это и понятно что это будет дальше как-то развиваться если сейчас уже идет разговор о том что нужно создавать кладбище в социальных сетях тех людей которые больше не цена минут странички остались на честь и делать это объем информации и это достаточно большой объема про зачем охранить с одной стороны на это память другой стран ты можешь зайти на эту страницу и посмотреть эти сообщения человек которого больше нет что я делаю не часто потому что ты как бы когда ты читаешь это все когда захочет стать кто-то вращение что человек живой это что ты читаешь он же это писал и это было так тогда такая дата была ты думаешь блин блин он же он же жив получается ну как бы да как ну да и такая очень страшно тем я вот зачем задумался вот мы очень много проводили на чем сипотяки с климом шипенко с режиссером фильма текст в разговорах по поводу того что а как вот было дальше вот хорошо это пチом это история закончилось дело прошло они вместе там каким-то своим кругом сели разговаривать мама-папа хозяина ни на который они здесь на приняли потому что родился ребенок и они начали обсуждать как было дело и потом они начали смотреть этот телефон который нашли какой то там не знаю покосаный разбитый на телефон существовал вот как человек может взять и открыть эти сообщения мозг покажу людей взрывался подождите как этот человек может открывать эти сообщения у себя потому что им уже тоже писали И как он может открывать сообщение у себя, зная то, что вместо него писал другой человек И, ну, это, не знаю, мне кажется Ну и вообще, эта история, на самом деле, она рассказана с точки зрения А это кто-то, кто не читал книжку? Почитайте, хорошая книжка Но ведь история рассказана со стороны убийцы Мы с самого начала знаем, что он убивает И мы его до какой-то степени оправдываем До какой-то степени мы не хотим его оправдывать Потому что вроде бы как он не сам обороны Он все-таки пришел и убил Эти версии разнятся в фильме и в книге В книге он едет, имея, положив в карман мамин нож для столовой нож На которой мам там резал колбасу, где мы в больницу собрали А в фильме он едет неподготовленный Но, тем не менее, и в том другом случае он является инициатором убийцы И он как бы делает что-то, он убивает полицейского, который его бросает в тюрьму По подложному обвинению в наректовую Это первая буквально страница, то есть это не спойлер И мы всю эту историю проживаем, получается, со стороны и через перспективу убийцы Пусть это и месть, пусть это и до известной степени праведное какое-то бездельмение убийцы А если ты вдруг поменяешь перспективу, представишься на месте семьи На месте матери убитого, который продолжает неделю спустя еще получать смски от сына И потом она узнает, что ее сын был убит этим человеком И что этот человек отправлял за ее любимого сына Это просто ужас, это просто ужас То есть это история, которая, которая ты вроде целиком настроит История вот эта перспективе То есть ты можешь садить человеком, но если ты попробуешь перспективу поменять То есть просто история кошмарная, просто ужас какой-то И совсем другая, конечно Не преступление, наказание, не наказание, а преступление Такой мрачныйский триллер Да, где ты узнаешь, что такое бить Но, но, и мне очень нравится как раз с жанрами играть, поупаковать как бы-то в триллера А в итоге сделать книгу совсем о другом Вот, мы ответили на ваш вопрос Да, спасибо огромное. Давайте теперь идем к вопросам из зал, потому что их наверняка очень много. Давайте, давайте, отлично. Отлично, отлично. Я первый, наверное, достаточно неудобно переворачивать страницы и как-то сидеть, вот так вот с микрофоном, но я попытаюсь. Змягчать. Змягчать, да. Это моя книга, можно. Хорошо, спасибо. Спасибо тебе большое. Слушайте, ну читаем, хорошо. Вышел и еще раз пересчитал, посмотрел через одну на яркое солнце. Через день не слепил. Настоящие пятитысячные, ровно 10. Новенькие, хрусткие, пахнущие, свежей денежной краски, похожие по аромату на мыльные пузыри. Нормальный парень Гоша. Теперь можно было широким шагом отсюда рвануть, отсюда рвать в эту паспортную фирму. Все было в бешей доступности. Ранее проверил. А можно было хоть и пробежаться. Столько бодрости было в этих 10 бумажках. Как будто это Гоша Илью зарядил, а не наоборот. Треникнул в кармане от Гоши. Петя. Дело сделано. Спасибо за скидочку. Реальный парень, это твой чувак. Чего ты мне раньше не показывал. За глаза Гоша ему тоже улыбался. Илья совсем потеплела. Смотрел на Москву, в плечу, думал. Она только кажется домами и дорогами. Все, конечно, делают люди. С кем будешь в такой город и увидишь. Кстати, мне кажется, очень хороший слоган. Вообще-то Москвы ты придумал. У тебя его купят потом. Вот тот кусок Москвы, который ему из окон поездов, автобусов, а даже и такси показывали. Те пять улиц, по которым прошел ногами. Это кроха, черк карандашом на карте. А ведь карта еще и не плоская. Она в высоту идет и в клуб. Какие-то выставки в каком-то гараже. Вот эти кофе, новый филиал, набежную. Переделали тысячи фильмов. Выходят рестораны. Дома господи. Какие-то паршивые драники в каком-то кафе. Такие, что язык можно проглотить. А за кофе с Халлой душу продать. Ничего, лоб не кончается, не начинается с нее. Его фантазии прохудожников под крышей наивные киношные, а жизнь и стране, и роскошные. Москва на самом-то деле была все еще само собой. По Содому в 10 рядов шли кичливые, дорогущие, иномарки. Да и магазин из будущего в ассортименте никуда не делись. Просто вывески поскорнее сделали себе. Но это была такая скромность, как у *** в церкви. Все было тут на месте. Нужен просто был правильный гид. Но это уже не Илье. Илье с Москвой может получиться скоро попрощаться и проводить ему потребуется по колумбийским джунглях. Пошелестел еще раз купюруми и остановился. 50 тысяч там. А похороны по классу стандарт. Стоит всего 24 500. Это он твердо запомнил. Ну и земля там еще сколько-то. То есть он может прямо сейчас сесть хоть в такси и уехать отсюда домой, забрать мать из морга и сегодня, но завтра ее похоронить. Не надо ждать какой-то сделки четверга, который наступит еще или нет, неизвестно. Можно заплатить надежно, чтобы ее омыли, переодели в красивое. Можно тетю Иру позвать и вдвоем проводить ее. Агенту Ильи вбит позвонить этой бабе сейчас, чтобы начали суетиться одному ему со всеми хлопотами все равно не справиться. И получится за то, что эти петельные деньги пойдут на нужное, на правильное, а не на побег. Это ведь то, ради чего он себе петельмобильник оставил. Разве нет? Ну вот он может досрочно выполнить все, что тогда задумал. Не нужно рисковать ничем. Материн хранами не нужно рисковать и нельзя. И что тогда? Спросил он у асфальта. Тогда все. Мы же никуда не собирались, когда придумывали этот первый план. Мы думали, развлечься по земле, развлечься по земле. Мама, полудобнее, якобы придется. Но потом случился новый Красный Октябрь и девушка Роза Гуля и Колумбия. Об этом теперь нужно забыть, спросил на воздух. Необязательно. Просто надо сделать вещи в правильном порядке. Вот и все. Сначала надо разобраться с мертвыми, а потом уже живые. Похранить ее сегодня, потом доколупаться как-то до четвергая, четверг уже на Бриковские деньги заказать паспорт. Спрятаться где-нибудь с деньгами, это не проблема. Дождаться паспорта и сбежать. Все получится. Но если сделка сорвется, спросил он себя. Ведь я у Игоря должен был товар для них получить, а Игорь не хочет отдавать ему никому, кроме Петя. Они тогда не заплатят и никакого паспорта я уже выбрать себе не смогу. Останьте только проверить спуск у Макарова, чтобы не терпеть слишком долго, пока еще за мной придут. Кто мне запретит? Но если я заплачу за паспорт сегодня, вот сейчас, в надежде на четверг, а сделка сорвется все равно, Игоря откажется отдать мне мое. Ничего, нечего будет передать Магомеду, а мать будет ждать, пока я выручу, и будет ждать зря. Я получу паспорт, допустим, я все-таки получу его, и что мне делать с правом сбежать от него? Что делать с лепой красной книжечкой, но без свободы в карманах? Люди обтекали Илью вокруг, уже остановился в паре десятков шагов, Мин заинтересовался им. Илья отсюда видел дом, в котором находилась паспортная фирма. Номер дома мог различить своими стучными глазами с этого расстояния. Там ему могли за 50 тысяч рублей шанс продать. Один, может быть, всего оставшихся у них для него шанс. Он сделал шаг назад, еще шаг, еще нужно поступить правильно. Ты не переживай, а я все сделаю, как надо. Как ты хотела бы. Уйдем, как она лежит под простыней с незнакомым, волосатым мужчиной. Отвернувшись, ты лежит, не смотрит на сына. Развернулся к тому, дома спиной прошел прочь. Как ты хочешь, как должно. Я вернусь отсюда, сейчас нашу лоб, мне позвонить, как будто бы сочувственный. Ты жуткой бабе, она нам все организует в лучшем виде. Мы обмоем тебя и причешен. Мы уложим тебя на мягкую подушку и поправим тебе голову, чтобы ты смотрела вверх. Ты будешь выглядеть так, как будто просто устала и уснул. Я потрачу почти все, что у меня останется, чтобы купить тебе кусок земли. Если получится на нем будут расти, какая-нибудь сезонная ель или сосна. И он будет в медвежьем углу кладбище. Я все равно не смогу тебя навещать. А чем дальше, он будет от входа, тем будет спокойнее лежаться. А то сейчас говорят, даже мертвецов через десяток-другой лет уплотняют, если за них некому в прессе. Мне не хватит уже денег на то, чтобы поставить себе памятник. Он там будет какой-нибудь приличный камень. Но это я на скребу. Ты будешь довольна. Ты будешь довольна. Не знаю, что после этого со мной станет. Сколько я смогу еще болтаться на свете, сбежать в фантастическую Колумбию. У меня при этом раскладе в это получится. Но ты ведь не одобряешь, что-то мое действие с победой. Я тебе хоть и не рассказывала, что он творил, но все равно ведь ты уже все знаешь. Если ты так лупил меня за дворового кота, что же мне полагается за человек? Ты наверняка сказал бы мне, что за все в этой жизни придется отвечать, а? За все нужно платить, что убить и удрать невозможно, что это паскутство и малодушие. Я резал плохого человека, а завезла живого, что-то скажешь. Я пытался поговорить с ним вчера, но он молчит точно так же, как и ты молчишь. Я тут все время один кричу в колодец и мне отвечает эхо. В кармане зажужжало. И я почувствовал не сразу только, когда стрекотание мушиных крыльев передалось через ткань кожи. Похватился, поймал, вытащил. ДС. Вы же позволили мне еще до выходных не быть или Сергей. Зачем я вам опять? Зачем сейчас? Не стал подходить запой, мне или сорвался, опять, на который, посетите меня по стационарам, голову в песок. Ничего другого придумать нельзя. Любой разговор сразу встанет допрос. И хочется из слов с ссылки и удавки плести, такие, чтобы человек сам с собой уже сказанным запутался и задохся. Цзинь, Хазин, ты где? Давай встретимся. Не дрейв за вчерашний, ты уже прощен. А, прощен. Не забудьте не судить, хотя Петя не поверил в твой обычный срыв. Ночь прошла день на стол, он снова за тебя взялся. Будет искать, пока не найдет. Найдет ли до четверга? Вот единственный вопрос. Телефон перестал зудить. Илья шагал скорым шагом по Смоленскому, уходя с Карманской повыстеленной гранитной плитки. Проспекты не так давно переначали. Поставили высокий качели для взрослых. Деревом нашитые книжные кивоски открылись десятки ресторанов один с другим. На качелях устроились отдыхающие таджики. Парни качали девушек тех хохотали. Солнце в них высветило обычных людей. Очень соскучившихся даже по простому веселью. Илья приятно было это видеть. Он был за таджиков. За жизнь. Он был рад, да, за таджиков за жизнь. Дошел почти до метро, взял телефон, маршрут посмотреть и приник к нему холодными пальцами. Удивился от него, жар шел. С чего бы, если он в наружном кармане и с погашенным экраном греется, значит, работает. А чему там сейчас работать? Все вроде было закрыто, отключено. Наверху экрана горела маленькая стрелочка, значит, задействованная навигация по GPS. Что там больше говорил про софт для слежки? Это он же может нерабочий телефон накалить. Недели Петя потихоньку строгий ошейник, пока он с руки у них ел. Сначала пустили по полкам волну, чтобы ошейник позвенел просто шипастым звеньем. Напомнили собаке, что она не волк. А теперь начинают на руку поводок наматывать, чтобы в нужный момент рвануть к себе забывшуюся псину. Железные шипы в шею Илье пошли. В кадыку перлись артерии, нашарили. Осталось с размаху дернуть ей. Ко мне, я сказал, оглянулся на кочующихся. Я обозлился на них. Почему это вы, гады, можете жить? А я не. Взял кнопку отключения, вырубил аппарат, сбился с маршрута, взял влево, вместо того, чтобы прямо переть. Я кричу в колодец в мае. Можно я туда крикну еще один вопрос. Тюрьма ведь это, доказание, это должно быть как раз про расплату за сделанное. Так, или это про урок. Ты мне скажи, давай, как училка, это про отомстить тому, кто своровал и убил. Или это, чтобы других на его шкуре научить не убивать и не красть. Дед, что сделал? Фонарики по воде пускал, за это мне на 7 лет. Значит, не наказание у меня урок, чтобы я не спорил впредь с ментами. И это какой-то про жизнь урок, который мне нужно было за 7 лет выучить. На врача меньше учиться. Бляха-буха, что же за урок такой трудный? И как же Петю другому учили? Что не нужно платить, а нужно выкручиваться. Что если смелее жрать других, то они о возмездии и заикнуться не успеют. Не у нас ли в стране нам учителей молятся? Не то из суеверия, не то из зависти. Мне пригождалось твое учение там, на зоне. Ты воспитал из меня хорошего зэка, а из Петя воспитала хорошая вертухая. Это ведь знаешь два мира. Только попал на тюрьму сразу испытание. Суютма, метлу тебе в руки. Метешь, будешь, значит, пахать на администрацию. Откажешься? Значит, с ворами. Вору работать за подлог. Блотарей, вертухая, гнута ломают, а ШИЗО закрывают. Присхать, а зато среди своих им почет. А рано или поздно тюремщики отвалят. Чем борзее ты держал марку, пока прессовали, тем подсчета больше. Но это обратно, не дай бог, на блатного или приплотненного настучать гайдамаками. Между администрацией и блатарями война безжал, запишут в козлы. И тут уже на крючочке без защиты администрации сразу будет хана, а той отпустит. А отпущенный маят на всю жизнь, а опущенный маят на всю жизнь. Ты из зоны на волю опущенным уходишь из этой масти. Из этой касты выбраться нельзя. Но администрация с тобой козлом нежничать не станет. Ты же их теперь собственный. Куда денешься? Теперь всегда стучи. Но тебе нормальный мужику по ниточке идти балансировать, чтобы ни к одним не упасть, ни к другим. А мужиком остаться. Я почти сорвался тогда, когда на второй год Вену вскрывать собрался. А вот с у меня дядь Борь Лабин. Пожалел, отбил, прикрыл. Какие-то махинации закрыли. Он говорил, партнеры подставили, чтобы долю отпилить. Опытный человек умел со всеми разрулить так, чтобы зря не трогать. Вытаскал меня и дальше из непонятых, пока я не догнал там, что и как. Но я как бы не прием был. К болтарям меня не пустил, когда выродки унижают. Это унижение быстро перемалывает. Костя в студень превращает. Нутро наливает, по-моему, под завязку. Уже никогда не будешь после такого самим собой. Но и когда выродки уважают от этого уважения, все равно ошибается, по-моему. Разве что кормят тебя ими в день по ложке. Они льют в глотку через воронку из ведра. Привыкнешь сам, сам просить будешь. В активисты дядя Боря разрешил мне идти, но только стенгазету рисовать. Блатные пускать, блатные пускай поржут над этим, а для личного дела плюс дисциплину. Рисуешь им туфту, значит, идет при воспитании. Я усердно рисовал, ма чертил, высунув язык. Еще резал вертухаем пепельницы из дерева в форме выскобленного черепа с пустыми глазницами. Нас проделал за неделю. Паська в перо за такое. Но он дошел уверенно, молился на УДО, не дышал лишнего, чтобы его не спугнуть, чтобы на полгода раньше выйти к тебе, кроме тебя некому. А за два дня до заседания меня дергает себе начальник и ту, говорит, вот красивая у тебя дела повинов, нам его сейчас в суд отправлять, пока тут не к чему придраться, но мы нарисуем, если ты нам не поможешь. Как помочь? А надо, чтобы ты написал заяву, что заключенный Борис Иван Слабин неоднократно домогался тебе сексуально. Безрезультатно. Поэтому, потому что ты у нас кремень, так что к тебе вопросов нет. Мы это заявление положим в стол, пока что ты через две недели поедешь домой, потому что суд даст тебе твоего угла. Но если будешь к обидеть, то мы поменочков делать, а добавим, что не такой, что ты активисты, на путь исправления стал неуверенный, будешь рогачить. Ты же не думал, что ты с саной стен газеты отделаешься, а? Нет, полгода воли подороже стоит, а долопит, мы все равно доберемся с другой стороны, с другой стороны зайдем. Так что я мог на полгода раньше выйти, а что с ним потом было бы? Может догадаться. Засунуть в пресс-хату его с шерстяными, а не ему предъявят, хотел пацана чухнуть, давай тогда и мы тебя по губам поводим, у нас же сладкое. Или делать что надо? Мог раньше приехать? Мог, но не приехал мы. А значит, а значит, в чем реальный замес был. Партнеры его снаружи заказали, решили, что малость дядь боя состригли, можно еще его дом на себя переписать. Заказали через ментов, а там прессовать через блатных, с подручней. Вот такой, вот такие вот два мира. Война кровавая, но когда бизнес придет, можно и пьеску паралям прочитать. А скажи им в лицо это, вы же сами ссучились, вы протяги для администрации дела делаете, сразу заточка тебе в нужнике, в нужнике добра, в нужнике все печени и стыковые дыхали в барашу, чтобы другим был урок. Не заикаться даже об этом. Гнида ясного, на одной стороне монеты воры, на другой вертухай. Так-то и не бревели, так кто и кого тут наказывает, мать, за что? А если за урок, то чего урок? Я сделал все правильно, поступил по совести, потому как-то мне в школе объяснял, я по-людски поступил, по дяде Боре не помогло, потому что они через другой заход его достали, как и обещали. А мне, как и обещали, не дали удобно, но и трагедия-то вышел по сроку, зато остался человеком, сам с собой остался человеком, зато тебе опоздал навсегда, и ты же за это меня не простишь. Я сам себя не прощу за это, опять натец вот все спускал ему, простил, что тот отправил меня случайно на зону, жизнь изучает, и никакого штрафа ему. Это уж только я сам у него оплату потребовала ни государства, и не бог. И что ты считаешь, я не в самом праве был с него спросить, а кто с меня сейчас спросит, ты что? Почему обязательно вактор? Не хочу никому больше платить, никому я больше ничего не должен, я и пожить, имею право, хочу с этим балабола на его выставке, хочу по паркам с девчонками на велике, хочу под крышей, текилу и картины, хочу в идиотскую колумбию, ясно и могу. Вот оно солнце, и уже можно прямо сейчас заграбастать, на него не надо прошения подавать, не надо вымаливать его, в очередях десятилетий стоит. Его кто смеет, тот и хватает, кого научили его себе отжимать, тот в нем и греется, а кого заширывали, забивали, тот снег хавает и лед лежит. Сейчас хоть раз, больно, что возвращался, все это время по Ворской улице, петлю обратно к Садовым, опять увидел недалеко тот дом, где фирма с паспортами Сталинка, угловая к ней подземный переход. Я живой, живее, все время, живые, все время опаздывают, мать, а вот мертвые, как раз никуда не спешат. Если ты за справедливость, если ты прав за справедливость, мать, то дай мне хотя бы попробовать, оставь мне этот шанс. Я знаю, я понимаю, что тебе спущено в холодной мертвецкой с незнакомым мужчиной, я тебе обещаю все время, что заберу тебя оттуда, что заберу домой, но ты понимаешь, что это отговорка, что это обман, что дома тебе делать нечего. Там ты начинаешь разваливаться, ты знаешь, что я тебя из больницы собираюсь выписать на кладбище к сосне или еле в одиночестве, там тебя никто не ждет, да и на том свете никто не ждет тебя, там одной тоже тоскливого ты и хотел бы, чтобы не я тебя забрал с собой, а ты меня. Ты меня с собой хочешь забрать, да? Да? От кафельных стен подземного перехода рикошетом ответил эхо. Да, да, да. Спасибо, вот такой текст. На самом деле надо сказать, что очень сложный текст, я люблю сложный текст, люблю Маяковского и люблю вот это вот построение не только смыслов, знаешь, в книге, потому что, могу тебе честно признаться, книжку я читал достаточно давно, вот, и когда идет не только описание, контекст и сцена, а когда еще идет звуковая нагрузка, это у тебя подсознательно шло, или ты это специально делал, или это просто эмоционально, потому что вот совмещение звуков, букв и так далее, вот я сейчас читал, естественно, я не готовился и иногда запинался, и это нормально, потому что, ну, собственно, ну, потому что подготовки нет и так далее, ну, вот Маяковского, там, не знаю, если читать без подготовки, то язык можно сломать, в принципе, ты специально делал, или у тебя это сознательно шло такое, такая речь, она звонка, она как будто бы какие-то звуки издает, это круто. Ну, спасибо большое. Ну, мне кажется, что, тут мне сейчас, в частности, российская газета на днях, подъявил счет за скверный гофоманский язык, и, как бы, они все оправили? Мне кажется, Маяковскому они тогда бы просто, я не знаю, что бы, размазали бы его, если бы он был бы сейчас живым, выпустил бы облако в станах, они бы, я думаю, просто российская газета сказала потом что. Ну, то есть, я, например, специально, вот, неправильным построением, нарушенным порядком слов, поиском каких-то неоднозначных метафоров, я замедляю читателя, мне не хочется слишком быстро скакал в плет по тексту, я хочу, чтобы, вот, вот, как ты тоже запинался, разбирался в том, что он прочитал. И, конечно, фан大жияж, назад немножко, да, 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 тоже. Я книжу тоже читал, да, ты про того, чтобы он должен быть довольно sensual, очень competitой интересной, но хочется его еще перечитать. И фонетик, там есть места, где, я просто фонетикой играл с изучением, но хочешь, разумеется, ну, язык это то единственное выразительное средство, да, это же на просто бумага, и краска на них, и все, что у тебя есть, это слова, по большому счету, ты только словами, и даже непродинちゃимыми словами, словами обозначенными на бумаге ты должен заставить удивить то что живые люди это должна стать или то что настоящая жизнь должен заставить сопереживать и переживать вообще и конечно но из описательных инструментов ты же не не находишься здесь как-то визуальных искусствах не можно быстрый план не может ничего снять не можете как графика пользоваться картинку между строк иллюстрация это рассчитывал 10 сна картинка это саша отличная картинка теперь теперь здесь нет поэтому конечно хочется и на моргину раз можно употребить красивость имели наоборот столкнуть в одной фразе сленг и мат даже и какой-то будешь написание потому что именно так ты можешь человеком спровоцировать на какую-то реакцию возмутился чтобы как-то здесь у нас сложно причиненное предложение и она с какими-то красивостями из традиционной литературы и вдруг матрули другая царя тут же но ты же все делаешь ради читателя как ты делаешь ради зрителя все дела ради читателя ради того эффекта который в нем способна как искру высечь и все средства на этого нехорошо ну то есть об этом конечно же думал фонетики о звуках о том как это сочетается со смыслом из конкретной сцены что там там в ней происходит это когда прозвучит давайте аплодируем я наверное вам тоже очень прочту если вы не утомитесь да я постараюсь сначала большой взял супер потому что мы не его не осилим с вами сейчас я чуть поменьше возьму президент отель стоял в десяти минутах от метров полянка за чугунной высокой ограды кирпичный рыжий новострой этажей в 20 высотой увенчаны коричневыми какими-то не то касками таки верами это детской форме для песка остальное архитектуре здание напоминал окружные многоэтажки среди державных сталина к екиманке смотрелось не местно как будто приподнялось где-то солнце или орехами переехала в центр выбила себе покрасили участке к цели в пару стреков на кладбище огородилась от соседей шипастым чугунным литьем и присел тут на картонами однако живот с картонов открывался вид на кремль и название президент у отеля тоже никто не спаривал я когда уже подходил ближе к нему подумал как этот магомед не палец в таком месте торговлю делать и каван ныкается по помойкам сидит на не строчит петь и компромат в телефон чтобы их вместе загребали если что а магомед дворник говорит нарисовщине меня спросишь может это не дворник никакой а просто кривляется вход в чугун стерегли черные с автоматами охранники камер от ворота двери илья насчитал пять штук машин на парковке было мало все огромные недорожники с зеркалами вместо окон все не здешние перед отель был плац на плацу торчали флагштоки с цветными тряпками туристов тут не было никаких и вообще лишних людей я толкнул дверь оказался в огромном раморном холле усланном паласами глубокого синего цвета потолок начинался на уровне четвертого этажа из него свисали странные светила диодный дождь с громадных диодных колец выглядела одновременно дешево и грандиозно по углам торчали куличные киоски торгующие сувенирами из воображаемой россии на видном месте зиждался белый рояль с золотым названием по холлу прохаживались менты какие-то смогли люди в костюмах за столиками говорили инфразвуком глядя не друг на друга по сторонам на ресепшене вышкаренно улыбалась белокожая женщина которую кажется хозяева не раз брали за загривок и водили драть в люкс на илью глядели как на пришельца он приблизился к белокожей она растянула для него яркие губы переспрашивать имени стала поднесла трубу кубу прошептала и замерла присядьте я провалился в глубокий скользкий кожаный диван охранники разглядывали его открытую белый электрический рояль сам играл что-то сложное клавиши западали под невидимыми пальцами тяжелые хрустальные люстры горели днем повезло развезло рояль баюкал ночью без сна в глубине холла раздвинулись дверцы лифта и вышел человек борцовская шея короткая борода челка синий костюм натянут на бугристые руки как олимпийское трико клей шел в развалку уверенно зная цель заточнулся магомед я поднялся ему навстречу провожу он был нагло вышли ли я шире его вдвое держался на полшага сзади направляя закрывая путь назад конвоировал до лифта нажал на предпоследний стал карьер лицом в упор приехали у лифта еще двое бородатых борцов но в форме что ли какой-то стволы у них были в открытых кобурах здоровенные стечки на кажется на показ и у номера стояли люди эти в костюмах только рубашечный город расстегнут на бычьих шеях остановили илью обшмонали его обхлопали металлоискателем еще внюхали не помог бы тут или его макаров ничем наконец пустили номер был безразмерный из окон на ладони лежал храм креста спасителя прямо перед ним полуостров красного октября комнаты уходили анфилады в обе стороны как будто два зеркала друг напротив друга поставили черта звать мебель резная и в позолоте кресло столики сидели трое серьезных мужчин в черных прямых волосах седина горбатые носы в глубине в комнатах слышны были еще голоса говорили на гортанном смеялись на вороньем к илье обернулся один остальные глядели футбол в плазме футбол и новости я могу это отказано да я с деньгами полтора килограмма будет полтора сначала деньги твердо сказали я писал дайте ему подошел молодой вертлявый человек в рубашке в руках красный пакетом видео легкий на вид я напрягся ждал объемистого спортивной сумки почему насколько там стараюсь говорить спокойно спросил он сколько положено 250 евро лодонцы сочу считать будешь и просто отдал мне пакеты я заглянул стянутый вакуум пластиковые пачки все набиты фиолетовыми палубными вот этих никогда не видел еще на свет бумаги по 500 евро таки бывают если бывает то в пачке полтинника 5 пачках 250 тысяч вакуум кинул начал ходить это деньги потом он придет товар давай давай сказал магомед ехали искали мы чтобы телефон включил у него выключен и скажи ему еще что если он будет с нами еще раз играть игру как тогда ассалям алейкум и будет но он знает ленивый разнодушно прицел магомед не передам скажи ему что мы его пробили нормально процесс узнаем нам насрать на его отца так скажи я сняку я просто вот и передать все это курил передай если товара не будет через три часа будет по жесткому снимаем сеть крыша не поможет скажи хорошо я им отправлял сегодня смс к он не отвечает что там тебе отвечает я без телефона тут утром на к отвечал сказал я сейчас нет связи картинка мута фотографию он не получал в отца пишет недоставлены я не знаю как мне отправиться за деньгами я должен взять и отвезти может подбросить тебя спасибо как ты за рулем я на такси сказал я зачем такие деньги на такси возить давай подвезем брат лунус вертлявый у меня инструкции есть грамотно угловые люди которые смотрели в плазму не отрывались монах играл с пари санжерменом инструкции короче скажи ему до часа товара не будет на его курицу а не будет до вечера и у самого если у подвал не учить ничему что ты спросил я какую курицу вертлявый улыбнулся гаммед почесал брофи иса где ты мне футку пересыл покажи пацаны тот покопался в телефоне долго открыл девушка заходит в подъезд пятиэтажки пальто парус шапка шах не на это баба его нам партнеры адрес пробили работу все заебется и спасать так что скажи через три часа товар чтобы тут у нее папа не генерал всем так что быстрее ехать понял и пусть телефон включает скажи я расскажу деньги начну мусор бери не жалко у меня еще есть засмеялся магомед а жизнь человек удается только раз знаешь для мантов сказал отвернулся и уткнулся футбол провожу пробудил я в ухо синий борец с бородой весь он каждую секунду смотрел в глаза искал там что-то но я научился за 7 лет и делать из 2 смутное стекло довел до выхода развернулся и пошел в развалочку назад делай я что хочешь с этими деньгами красный пакет болтался в руки как мешок со сменкой ничего не весел я подумал вот если есть прохудиться выбраться 50 тысяч евро на тротуар не ощутимо свернул его сумму под куртку надулся брюшка оглянулся и нюх за ним борода ты едут машины казалось нет добежал метро опять смотрелся ну в пустой вагон тут точно заметил но нет они просто отпустили его просто нагрузили деньгами на всю жизнь и сказали идей куда теперь менять заказывать билеты лететь в банках класть чего бояться он пока не видим и свободно на них имеет право на эти 250 тысяч дым из главной кассы были пересчитали 7 лет молодости в евро эквивалент вот паспорт вот деньги вот будущее а из похватиться конечно я брать эти которые не совсем совсем не бандиты и менты которые не менты и вовсе но будет уже поздно на 2-3 дня опоздают за это время уже со своей новой фамилии рассеется прийти в белой футболке золотой принтон и в кепке олдскульный над океаном год медальин потеряется там и там будет смотреть сериал на 50 сезонов пока не знает чем секунь чем все кончается 1 ты честно нины рядом не будет включить телефон пить и нет связи нет связи с питья не связи с ним и с родителями от всех отрекся когда заметил следы никого не предупредить ни о чем хороший был план вчера вернуть хоть на телефон сегодня голос плохой налетит в медальин господи лети жить от всех что ты простил папашку который отпичкал сына властью обучил его крюк как говно относиться потому что что-то волокардинчик ладает что ты хозяина за 7 своих лет честно искренне правда извинила ведь они или похищников про то что друг друга все в этом мире жрут их только а их только то не устраивало что никого-то схавать не могли когда им размаха через те не хватало колоний в глотке что-то стрелы ну вот нате воровом кое-чего не по зубам люди с бородами которых которым на милицейских генералов нас знать и скорчить к их попробуйте не засад это же ваше правило ваша игра пускай они теперь с вами как вы с нами разве нет и будет справедливость этого наказания вам расплата я не из соликамска просил я богу на вас стучал и он вот натравил на вас без предельщиков по закону нельзя хоть по понятиям только по той же блядской пищевой цепи они сначала диму скорчать безугую мягкую а только потом уже пойдут сказать хозяина но тут только к себе вопрос сказать потому что это ты с этими продачами оказывается уже мутил ты кидал их это ты свои беременные бабы прикрываешься ты а не я да кто вы меня все вынеси чужие люди не своих нет кроме самого себя горите все вышел в метро и что что она беременная что что еще предложение делал и что что я сам я уговаривал ребенка оставить что с того это не мой ребенок это хатинский ребенок его баба его отец я с хатин двое раз всего виделся когда у меня из спицы в тюрьму определял когда ему горно резал мы друг другу посторонние его мать а у меня он своя над мертвецкой тоскует она застряла между здесь и там я не с нею надо решить причем тут хазина и русскаяцкие русские ты же там лежишь майк же мне все это рассказывает это давай так ты туда и сюда я сюда тоже как карты сама по себе там и учи меня не затаскивай себе из того что нет тут ни при чем так получилось понимаю что если мне наверх то есть тебе вниз а если ей наверх то спускаться придется уже мне а будем вернуть остаться мгонят не даст она ничем не служил да а я дочем почему я должен отменюйте ее на себя то что-то вот говорим это не про честно это непроисправедливость расплата ты не папа не пропущение грехов это только про то что ты мертвеца уцепились мне за ноги тащат на дно в трясину и тут вывести к воздуху вот это про что почему тут можно только себя вместо нее живоглотом скормить кого эти впечатлю кто это оценит кто узнает это никто и никогда без славный подвиг идиотство тут нет победы быть не может нет никакой жертвы никакого спасения это все только про зубы в три вида и про лоскута красной требухи это все зря это все зря зря и зря и что этот ребенок он же в лапы старшему хозяину попадет и тот воспитает из него вторую петер ты самым все как подпасовал второго с баллоном говнюка которому можно все он вырастет он пойдет в мусора он из кухи спесь и загонит на зону следующего илью вот и листовый выигрыш за что тебе длохнуть от чего беги лети режиссер фильма текст клим шипенка перейдем к вопросам у кого есть вопросы у нас буквально два вопроса потом автопроссесси здравствуйте многоуважаемые дмитрий александр очень рад что мне оказались задать вам вопрос и то что вы посетили московский дом книги в этот прекрасный субботний вечер мой вопрос не касается текста касается одной из других успешных книг дмитрий а конкретно серии метро я хотел спросить какова дальнейшая судьба серии метро планируется ли продолжение и какое место продолжению будет занимать главный герой предыдущий артем спасибо большое метро эта трилогия она закончена больше книг нет тем не будет будут возможно компьютерные игры и через два года пищевых экранизацию я принимаю участие в написании сценариев компьютерным играм поэтому вы про артем узнаете еще но в литературе мне хотелось бы с этой истории как воспрощаться какие дела спасибо ждать еще здравствуйте меня зовут стреляков иван очень рад что я попал на эту встречу это потрясающе что я прочитал в мае еще вашу книгу и знаете много на поезде ездил читал ее это потрясающе каждый абзац каждый несет в себе такую нагрузку почему-то я хочу сказать спасибо я еще смотрел фильм книга эта восхитительная и я хотел спросить у вас как у писателя как вам удается создать из каждого предложения что-то настолько глубокое что-то настолько глубокое и это восхитительно правда вы проехались в этой электричке вы прям почувствовали там вибрацию этого телефона чужого мне все это очень интересно но мне кажется здесь это имеет отношение к системе станиславского потому что писатель как актер вживается в роль персонажа своего когда пишет я ездил в электричках улобнял я нашел дом где жил илья я посмотрю что у него видно из окон куда он идет за продуктами где его школа держит у него девушка выбрал балкон попал подъезд от любимой девушки там все сфотографировал запомнил и так далее а потом когда я выбрал я ловлю потому что есть с лобным местом пошел там как бы казнят а а улицу на которой он живет его потому что ты высоты повска точно из нее вид на ты позже дорожный соответственно представился как он все детство смотрит маленьким мальчиком на поездах который ходит входит и по вагон и стоят и вместо железной дороги нет железной дороги у него вид на депо вот а потом когда я вот таким образом выбрал подъезд и дом на них из чтений который мы делали журналы с вначале подошла девушка фотографы это вы злобни что я понятен не злобни я просто делали сёвочка но я тоже ристическое произведение очень было важно у меня и вы учитывали консультируем это уголовники и менты и там и сотрудники фскн так далее я очень важно чтобы не было 100 верность этой вещи знаете вот в доме где вы описываете в году вышел себе молодой парень прожил неделю а потом мобильцы вела штурма этого партия убил его но это просто подождите а вот сейчас ты что ответишь по поводу статистики мне интересно мы с тобой спорили статистика и мистика ты расскажешь такую историю то есть в принципе наверное в этом подъезде каждый год ну как-то так происходит в лобни да то есть ты после этой истории не веришь в мистику я хочу быть романей а эту историю не знал а вот тебе такая история да вот в общем общем вот это конечно вот когда мне рассказали про мурашки по мозгу пошли нам ничего себе вот такая уж но в общем же вживание в образ вот за счет этого ты как бы может все это более достоверно и точно поставить спасибо что вопрос я сейчас предлагаю зрителям и слушателям задать вопрос а режиссеру климашек метка которая сейчас недавно приснился к нам у кого есть вопросы именно ему поднимись пожалуйста руку так вот девушка есть можно послать поскольку сеанс в октябре в кинотеатре чтобы я успел если вы знаете то я здравствуйте я вот сначала читала книгу потом уже вчера буквально посмотрел как раз таки фильм и у меня один вопрос мне кажется что он вышел немного более позитивным как сказать смягченным это насколько осознанно сделано мне кажется не мальчик в глади рекламский ну вообще вы ничего там сильно не сглаживали если только может быть в связи законодательства нам пришлось запекать и цензурную речь но это у нас такое законодательство вот поэтому мы это осознанно не собирались сделать а так там нет ничего не сглаживали по-моему там наоборот как-то даже более может быть какие-то вещи откровенные или более графичные потому что их непосредственно видишь то есть когда ты читаешь книгу ты их как-то сам экранизируешь для себя а тут все увидели как бы эту экранизацию и для кого-то нам показалось может более откровенной чем они себе представляли когда читали не знаю такой цели не было но если вам показалось значит вам так показалось спасибо огромное